Всем привет! Сегодня хочу подвести, можно сказать, итоги нашего отдыха в Гоа. Хочу вам немножечко также рассказать о тех опасностях, которые могут возникнуть в Гоа. Также хочу вам рассказать о том, что следует делать, чего следует делать не стоит. Хочу рассказать об экскурсиях, о еде, немножечко о такси, автобусах, тук-туках и других средствах перемещения по Гоа. Также о байках, немножечко будет о наркотиках, в воровстве. Также что, где следует купить, чтобы вас не обманывали, чтобы вас не раскручивали на деньги. Если вам интересно такого рода видео, то давайте начнем. Первым делом по прилету необходимо поменять деньги. Поэтому лучше всего, если вы спросите у своих встречающих сторон, где вам по лучшему курсу обменять деньги. Потому что не все, скажем так, обменные пункты в одинаковую стоимость, одинаковым курсом меняют. Второе. Скорее всего, вам нужна будет связь. Хотя кафе с Wi-Fi есть много где, но согласитесь, что удобно, если у вас есть свой интернет. Вы можете спокойно куда-то поехать, у вас есть карты и так далее. Если вы хотите купить карточку, то также лучше всего это сделать у вашей встречающей стороны. Потому что если вы пойдете покупать обычную карточку, то она через 7-10 дней будет активизирована. И, соответственно, вам уже, в принципе, пора уезжать. Поэтому не поленитесь, не поскупитесь, переплатите там несколько долларов. Лично мы отдавали 10 долларов за эту карточку. Она активизировалась. Как вставляете в телефон, сразу она активизируется, сразу же, можно сказать, моментально. И там было определенное количество денег уже на нашем счете. Плюс были, насколько я помню, 1000 мегабайт трафика. Следующее. Перейдем плавно к воде и еде. Когда приезжаете в отель, обращайте внимание на то, какую воду вам дают. Обязательно проверяйте, чтобы вода была закрыта. Потому что мы столкнулись с тем, что нам дают воду питьевую, но она оказалась открыта. То есть они просто в наглую наливают ее из-под крана. И она пахнет хлоркой, что вообще ужасно. Живущие там индусы, они эту воду пьют и ничего с ними не случается. Их микрофлора, организм уже адаптирована к тем бактериям, которые находятся в этой воде. У нас совсем по-другому. Другие бактерии в нашей воде и так далее. Поэтому покупайте воду и вы проверяйте, чтобы вода была закрыта. Показывайте, что она открыта. И пусть дают закрытую вам водичку. Девчонкам, которые особенно любят джусы, ко их очень много вообще, в ко, я рекомендую пить все-таки без льда. Потому что лед они добавляют, как правило, тоже из водопроводной воды. Ну, если не еще хуже. Вот, поэтому лучше пейте не охлажденный, но с вашим организмом будет все в порядке. Что касается еды. Вы можете говорить no spicy, no chili. Но все равно она будет немножечко, в смысле еда, немножечко перченая. Но, в принципе, этот перец, он защитит ваш организм, чтобы не было какого-то отравления. Вот, и за все наше пребывание, 11 дней в ГОА, мы не отравились. У нас все было нормально с желудком, никаких расстройств не было. Поэтому, в принципе, это скорее всего плюс, чем минус. Ну, если, конечно, вы вообще не любите там перец и так далее, то, наверное, вам придется тубы. Я немножечко забыла о соках. Соки по стоимости, если мы берем отельную зону и побережье, то от где-то 80 рупий до 120 рупий. При курсе 67 рупий к одному доллару. Поэтому можете перевести. Я могу сказать, что когда мы ездили в Макусу, индусы еще называют ее Мапсом, это город, получается, районный центр. В Северном ГОА, то есть, можно так сказать, джуз-центр. Прямо на, получается, площади автовокзала стоит мужчина. Можно сказать, такая палатка стоит. И там есть, стоят у него блендеры, и он делает сок. Да, то есть, высоковыжималок у него стоит. Вот, там соки от 25 до 40 рупий. То есть, если будете поедеть на фиш-маркет в Максу, то можете не полениться даже взять с собой несколько бутылок от воды и на обратном пути набрать себе сока, просто бросить в холодильник и день-два их пить. Вот, также на этом рынке вы можете купить свежую рыбу, митик, ретки, лобстеров и так далее. Все это, конечно, тоже в разы дешевле. То же самое касается фруктов и одежды. Одежду также лучше всего покупать либо на рынке в Макусе, либо на ночном рынке в Арпоре. Потому что все вот эти вот забегаловки, которые находятся на побережье, где-то вот этих поселках, где мы обычно отдыхаем, банк, лангут, аромболь, арпоры и так далее, обычно не совсем качественные, скажем так. Чаще всего вообще некачественные. Вот, обращайте внимание на цветную одежду. Чаще всего вы ее будете стирать и все с нее будет просто слазить. Поэтому не гонитесь за дешевизной. Лучше всего съездить либо в Максу, либо сходить на Арпоровский рынок. Рынок в Арпоре, Найт Маркет, он по субботам работает. Обычно с 6 часов вечера и, я говорю, до упора. Приходить можно и к 6, и к 7, слушать хорошую музыку живую, которой там достаточно, кушать что-нибудь вкусное. Но, что касается покупок, присматривать вы можете уже с вечера, но покупать лучше всего к 12 часам ночи, потому что ценники падают в разы, вы можете торговаться, и вам будут с радостью уступать. Непальцы из Тибета, хиппи, они с нежеланием торгуются, немножечко могут вам уступить. То, что касается индусов, то можете в 2-3 раза сразу делить цену и называть нижний уровень, желательно в 3 раза меньше. И понемножечку вы сократите между желаемой ими ценой, и вами ценой. Ссылочки также на видео на рынок в Арпоре и на покупки я оставлю. То, что интересно, вы можете пройти и посмотреть, что сколько стоит. Не будем останавливаться на этом долго. Теперь перейдем к такси, автобусам, тук-тукам и байкам. Лично мы не арендовали байк, потому что мы не ездим на байке, при том, что там еще левостороннее движение, и мы решили перестраховаться. Потому что лично у нас, в нашем отеле было 2 пары, которые попали в аварию, и мы не хотели повторять, скажем так, их опыт. Поэтому я вас просто сориентирую по ценам. Дальше вы принимаете решение ездить на байке, на такси, на автобусе, на тук-туке и так далее. Байки от где-то 200 до 350 рупий. Вернее, не байки, а мопеды, скутера. Байки, они будут, соответственно, дороже. Все зависит от того, насколько дней вы берете. Если на больше дней, то вы можете за 200 сторговаться. Если меньше дней, то до 350 и того, насколько новый байк. Если вы берете такси, то, как правило, допустим, примерно 4 километра, в одну сторону такси вам обойдется 150-200 рупий в одну сторону, в зависимости от расстояния. И от того утра это обед или вечер. Вечером, соответственно, с побережья домой будет дороже. Поэтому можете вообще договариваться. Допустим, мы проговаривали, мы жили в Арпоре, говорили с таксистом о том, что мы ему платим 1100 за такси в сторону от Арпоры до Арболя и обратно. Если не ошибаюсь, в одну сторону 17 километров. То есть он нас отвозит утром в Армболь, а забирает вечером. Я считаю, что 1100, если вы едете 4 человека, то это вообще недорого. Тук-туки, они на порядок дешевле. Где-то отнимаете от такси 50-70 рупий. То есть если такси будет 250, то тук-тук будет 200, а может быть 180. Также все зависит от того, насколько вы желаете торговаться. Что касается автобусов. Автобусы, в принципе, едут по всему побережью. Но направление у них от Мапусы до определенного пункта, городка, поселка. Допустим, Мапуса, Бага, Мапуса, Армболь, Мапуса, Арпора. Допустим, если мы жили в Арпоре, то для того, чтобы доехать до Армболя, нам нужно было доехать где-то полчаса до Мапусы. И от Мапусы до Армболя еще час. То есть полтора часа нужно было ехать. Если мы берем такси, то где-то за 40 минут вы доедете. Полтора часа и 40 минут. Но если в одну сторону вы берете такси, не туда-обратно, то вечером нам обошлось в одну сторону 700 рупий. Сможем от Армболя до Арпоры. Если брать проезд автобусом, то на человека в одну сторону 50 рупий. Соответственно, 100 рупий обойдется на семью, на двоих человек, на пар. Очень, скажем так, копеечные цены на автобус, как я уже сказала, от Арпоры до Мапса мы ездили за 10 рупий. Идем дальше. Давайте обратим внимание на лекарства, которые просто жизненно необходимо привезти из ГОА. Почему? Потому что они там, насколько возможно, качественные. Очень хороший выбор. И, наверное, каждый слышал про Айурведу. Это наука о медицине, которая уже не одна тысяча лет в Индии. Индия всегда славилась своими лекарствами. Лично я могу не бояться за какие-то подделки, потому что в Индии за подделку лекарственных средств грозит человеку смертная казнь. Поэтому желания подделывать у них особо нет. Что можно привезти из ГОА? Я тоже не буду останавливаться. Оставлю ссылочки под видео, что лично я пробовала, что лично мне понравилось, что стоит привезти. И что касается хорошего выбора Хималая, то хороший выбор Хималая в Анжуне в маркете Оксфорд. В остальных местах я видела поменьше, но тоже можно купить. Идем дальше. Наркотики. Что касается наркотиков, то наркотики нам предлагали повсеместно, на улицах, на пляжах и так далее. Это доступно. Но вы понимаете, наркотики это везде наркотики. И в Индии они нелегализованы. То есть, если вас поймают с наркотиками, то я боюсь, вы длительное время не уедете из Индии. Поэтому, наверное, необходимо еще дома определиться, вы едете отдыхать, либо вы едете употреблять наркотики. Вообще, лично я считаю, что Индия это та страна, где вы будете настолько в расслабленном состоянии, что вам не нужно ни пить, ни курить, ни тем более принимать наркотики. Там действительно можно расслабиться, люди никуда не спешат. Можно научиться, в принципе, у индусов такому разверенному образу жизни, хотя нам это не присуще. Вы можете, в принципе, заказать что-то покушать, как у нас один раз было. Мы заказали, нам сказали, все окей, через 20 минут приходят, в принципе, уже практически все должно быть готово. И говорят, что, ну, сори, нету наличия, давайте закажем что-нибудь другое. Особо не спешат. Поэтому к этому отношению неспешному тоже нужно привыкнуть. У кого-то такой негатив, то есть якобы к нам, к отдыхающим, такое пренебрежительное отношение. Нет, уверяю вас, у них в жизни так. Они привыкли к такому особо ненапряженному, спокойному образу жизни. Они привыкли к сиести, что в обед они отдыхают, никуда не спешат, мужчины сидят в шейках, пьют пиво там и так далее. Кстати, Гоа – это единственный в Индии штат, где спокойно продается спиртное везде. В остальных местах в Индии есть определенные магазины, но они сугубо в определенном месте, потому что страна, она считается непьющей. Поэтому тоже. Пресловутый, кстати, индийский ром, олдмонг, в принципе, достаточно неплохой, поэтому тоже можете попробовать и везти с собой, может быть, там, друзьям, знакомым на пробу. И лично мы везли в пластиковых бутылках, потому что, ну, сами понимаете, что происходит, когда бросают вашу кладь. Да, у нас даже было, что бутылка, она просто там завернулась горлышко в другую сторону. Я не знаю, что они делали с этой сумкой огромной. Вот. Что касается воровства, воруют реально все, вплоть до обезьян. Это серьезно. Вот. Поэтому лучше всего взять пару навесных замков и закрывать. Закрывать ваши двери, которые выходят на балкон, ваши двери, которые выходят в ванну, если там, ну, достаточно хлипкое окошко, как это было у нас. Вот. Лично мы все закрывали, и у нас никто ничего не своровал. Поэтому возьмите пару навесных замков, я думаю, что они вам пригодятся. Потому что, также обращу ваше внимание, что далеко не во всех номерах, не далеко не во всех отелях есть сейфы в номерах. Лично у нас была ячейка только на ресепшене, и за ячейку в сутки нужно было отдать полтора доллара. Сто рупий, да, в среднем, да, называю. Поэтому, ну, стоит ли оно того. Поэтому осторожно. Также хотела обратить внимание на экскурсии. По приезду ваша туристическая компания будет вам пиарить различные туры, экскурсии и так далее. Могу сказать, что в два-три раза цены будут накручены. Лично мы ездили с компанией Нарада, да, Нарада Тревел. Я оставлю также ссылочку внизу на эту компанию и на обзор именно экскурсий с этой компанией. К примеру, одна экскурсия на одного человека вискоза за один день стоила у нашей туристической компании 90. Мы поехали с Нарадой Тревел, было 35 долларов человека. При том, что на деток то ли до 10, то ли до 14 лет, я могу ошибаться, были скидки. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все, что я хотела вам основного сказать. Немножечко скажу об отношении к этому отдыху. В первые два дня я, наверное, приходила в себя, была вообще в трансе, потому что вот эта повсеместная грязь просто вводила меня в какой-то ступор вообще непонятный. Я не понимала, куда я вообще приехала и вообще зачем мне это все, и что это вообще за антисанитарный какой-то отдых. Вот. Но потом я оценила людей, я оценила красоту, которая вокруг меня, решила абстрагироваться вообще от этой грязи. Почему, если это не напрягает местных, почему должно напрягать меня? Возможно, вы найдете просто те места, где будет намного чище. Допустим, нам очень понравился пляж, малый пляж Анжуны, он очень красивый, достаточно чистый. В Рамболе я тоже не сказала бы, что там какая-то грязь, антисанитария именно на самом пляже. Я вам скажу так. А если человек хочет увидеть грязь, он увидит грязь. Если человек захочет увидеть позитив, радость народа, тех мест, солнце, в конце концов, фальма, море, вообще просто бомбезный, обалденный закат, то он увидит это. Поэтому настраивайтесь на положительное. Желаю вам хорошего отдыха в Гоа. Смотрите другие наши видео, на обзоры, на то, что мы пробовали, где что мы покупали, что почем, чтобы примерно знать, сколько денег вам нужно, да и просто, чтобы вас не раскручивали на деньги. Всего вам хорошего, до новых встреч. Спасибо за лайки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Гоа.